Конфликт, разгоревшийся между руководством Керченского историко-культурного заповедника и Музея истории обороны аджимышкайских каменоломен, содержит личную заинтересованность, считает бывший заместитель директора заповедника Владимир Симонов. Он стал одним из участников пресс-конференции организованной редакции «Аргументы недели Крым». В заповеднике он работал с 1988 года, а в Музее аджимышкая с 1989 года. Владимира Симонова официально уволили по статье за однократное грубое нарушение должностных обязанностей. Официальной причиной увольнения по такой статье послужило использование при работах в Музее детского труда. По поводу публикаций, появившихся об использовании в том числе детского труда, это действительно бред. Никто не собирается использовать детей на тяжелых работах, никто не собирается их использовать. И не использует на опасных работах, они не работают со взрывоопасными предметами. Это абсолютно естественно и понятно любому, кто хоть одну экспедицию провел в поиске. То же самое было с конкретно этим подростком, Артисевич Андреем, который выполнял вспомогательные функции, строго оговоренные, в удовольствие себе, его родителям и его друзьям. 23 августа этого года Владимиру Симонову объявили об увольнении. В течение 20 минут он освободил рабочий кабинет. Причем, как отмечает бывший замдиректора заповедника, возможности сдать дела ему не предоставили. Понятно, что за 20 минут передать материальные ценности, их достаточно большое количество, невозможно. Сдать дела тоже невозможно. А, извините, в личное время, будучи уволенным, я не собираюсь приходить в заповедник и выполнять некую работу. Впрочем, меня никто и не приглашал поучаствовать в комиссии по инвентаризации или передаче материальных ценностей. После увольнения Владимира Симонова его сотрудники Оксана Демиденко, Анастасия Артисевич и Ольга Шкура написали заявление на увольнение по собственному желанию. Сегодня они признаются, что конфликт назревал давно, а их решение было вынужденным. Это тяжелое для нас решение каждой из присутствующих нам помогли принять. То есть психологическое давление оказывалось вообще с начала экскурсионного сезона. Выражалось оно в непрерывной слежке либо сотрудников других отделов, либо, извините, сотрудников вообще частного предпринимателя. О нашем каждом шаге докладывалось, мы об этом знали, все это велось открыто. В экспедиции было тоже очень тяжело работать, потому что мы лишены были штаба фактически экспедиционного. Ну а с увольнением Владимира Владимировича на нас начали давить настолько психологически, что мы уже просто не имели другой возможности. В сложившейся ситуации сотрудники Керченского историко-культурного заповедника направили жалобы и обращения в Министерство культуры Крыма, в Межведомственную комиссию по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий, Совет министров автономии, городскому голове Керчи. 19 сентября Владимир Симонов подал исковое заявление в суд о восстановлении его в должности. Участники конференции пока не знают, что будет дальше, но надеются на объективность и справедливость. Мне трудно прогнозировать развитие ситуации и в том числе ее мирное урегулирование. Никак мы ситуацию не просчитывали, просчитывать не собирались, мы делали то, что должно. Надежда на то, что эта конференция внесет ясность для журналистов непростой ситуации не оправдалась, поскольку выступила только одна сторона, хотя, по словам организатора встречи, Татьяна Умрихина также была приглашена для участия в пресс-конференции. Как пояснили организаторы, директор заповедника не смогла присутствовать на конференции в связи с приездом в Керчь комиссии Министерства культуры. Конфликт остается. На мирное его урегулирование участники не рассчитывают и в настоящее время ожидают рассмотрения дела в суде. Ответов на обращение они так и не получили.